Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы будем превращать баночки из-под кремов и гелий в шкатулочки. Работа будет не сложная, но увлекательная. Вот такие различные шкатулочки из-под баночек от гелий и кремов я применяю для всякой мелочевки. Хранится различная фурнитура. Все шкатулочки у меня заняты. Делаются такие шкатулки очень легко, потому что здесь задействованы очень простые материалы. Салфеточки, контуры, распечатки, различная филенка, которая остается после наклейки обоев, кружева. Еще эти шкатулочки можно будет применять как упаковка для какого-нибудь подарка. Вот такие различные баночки, когда заканчивается гель для волос, крем для лица, может какие-то кондиционеры. Всегда остаются, выкинуть жалко. Мы их используем, но хочется, чтобы они красиво выглядели. Сегодня я буду использовать вот эти две баночки. В первую очередь нужно было очистить все этикетки, отмыть с моющим средством, потому что крем сам по себе консистенция жирная, поэтому нужно было это все обезжирить. Сейчас мы еще спиртом будем обезжиривать. Эту баночку я уже загрунтовала два раза акриловой белой краской. По вот этой прозрачной поверхности грунт ложится очень хорошо, так что смело можно грунтовать. А вот с крышечками все намного сложнее. Именно на вот этих крышечках фактически ничего не держится. Казалось бы, белая поверхность, приклею салфеточку или распечатку, и все будет замечательно. Но не тут-то было. Специально храню, это у меня была вот эта шкатулка. Не стала я наждачной бумагой счищать вот эту глянцевую поверхность, а просто приклеила картинку. Все было прекрасно задекупажено, покрыто лаком, но продержалась она недолго. Она снялась просто, вот абсолютно гладкая глянцевая поверхность, просто слезла с поверхности и все. И мне пришлось потом наждачной бумагой здесь все зачищать, прошкуривать, то есть царапать поверхность, чтобы сцепление было хорошее. И приклеила я уже, конечно, другую картинку. Поэтому сейчас наждачной бумагой нужно будет очень хорошо поцарапать поверхность вот этих крышек. Наждачная бумага у меня здесь номер 180 и номер 120. 120 помельче. Нужно сделать так, чтобы на поверхности не было глянцевого фона, чтобы хорошо-хорошо все было поцарапано. Хорошо проходим ближе к краю и не забываем вот эту сторону. Вот так я их поцарапала. Буду делать фактически одновременно две штуки, чтобы вам было интересно. И хочу показать просто различные варианты. Это у нас загрунтованная баночка. Это будет прозрачная с обратным декупажем. Подготовила я вот такие картинки. Уже готовые нашла в интернете. Уменьшила только в размерах. Вырезаю я с запасом, так как хочу, чтобы у меня полностью картинка легла на крышку. Вот так четко ляжет. Лишнее то, что у нас останется свисать, мы потом наждачной бумагой сотрем. Когда не умела я уменьшать картинки, а распечатывала просто картинки, которые попадались мне. Вот здесь мне приходилось. Это одна из старых работ. Она мне, конечно, очень нравится, так как я здесь и розы подрисовывала. Но здесь видна ступенечка, то есть переход от шкатулки к картинке. Как я сказала, одна из первых работ, тогда я не знала еще толком, как истончать картинки. И что лучше, конечно, было бы наклеить на всю поверхность. Тогда вот этих переходов не было бы. Ну, все познается в учении. Ну, и вот такую картинку я вырезала прям побольше. Теперь нужно будет крышечки обезжирить любым спиртсодержащим веществом. И будем приклеивать картинки. Картинки распечатаны на струйном принтере. Чернила у меня пигментные. Принтер Epson. Потому что мне задают вопросы, я сейчас постараюсь на них ответить. При распечатывании картинок делаю их посветлее. Потому что вот эти картинки под слоем лака начинают проявляться. Будут очень яркие и становятся более темными. Поэтому лучше их распечатывать намного светлее. Прям убираю яркость, контрастность и цвет уменьшить. Здесь я буду использовать вот такой густой клей. Здесь картинка, конечно, у нас вся не промокнет. Она у нас будет наклеена на всю площадь крышечки. Я обычно все-таки через файлик это делаю. Рукой не потрешь, потому что все это потянется, зацепится. Любой карточкой можно вот так пройтись. Выровнять, выгнать весь воздух. Краешки, которые вышли за пределы, я не трогаю. Потом после высыхания просто счищу наждачной бумагой. Сейчас самое время подсушить. Картиночки просохли. И теперь наждачной бумагой нужно будет счистить под углом 45 градусов лишнюю картинку, которая у нас выходит за края. Сейчас мы возьмем акриловый лак. У меня глянцевый, на водной основе. И нужно будет картинки пройти лаком не менее трех раз. Можно и больше. Каждый слой нужно будет очень хорошо просушить. Вот вы сейчас видите, как проявляются под лаком картинки. То есть они становятся намного ярче. У кого в принтере чернила не пигментные, а водные, старайтесь картинку приклеивать на более густой клей, чтобы вся картинка не промокала. А вот лаком нужно будет покрывать или очень быстро, или участками. То есть сперва темные места, фрагменты подлакировали, просохли, потом уже более светлые. Тогда у вас вот этого растекания красок, темных на светлый фон, у вас тогда не будет. Я тоже одно время приспосабливалась. А что делать? Очень хотелось декупажить. Вот так потихонечку выкручивалась. Крышечки наши пусть теперь высыхают. Буду их еще лакировать во время работы. Займемся донышками. Вот это с котятками, где у нас портные такие котята. Я буду делать обратный декупаж. Ну, тут смотрела такие картинки. Вот, наверное, все-таки я остановлюсь вот на этой винтажной. Сейчас я вот так поставлю, отчерчу в то место в картинке, которое я бы хотела видеть на донышке. Вырезаю. Можно было бы вот этот край затонировать под цвет картинки. Ну, я думаю, пусть будет видно вот этот оборванный край. Не забывайте все обезжиривать. Делаем все то же самое, только чуть не наклеила неправильно. Теперь мы картинку смазываем, клеим. Теперь то место, куда будем приклеивать. Вот видите, клей не скатывается. Значит, хорошо обезжирена была поверхность. Картинкой вниз приклеиваем. Выгоняем воздух и лишний клей. Тут вот есть бортик. Я немножечко так вдавлю, чтобы пустоты не было в этой ложбиночке. Ну, вот что получается внутри у нас. Когда высохнет, мы тоже счистим все здесь наждачной бумагой. Подсох наш обратный декупаж. И сейчас с этой стороны мы все покроем белой акриловой краской два слоя. Первый раз я покрою кисточкой, а второй раз губкой. Хотела показать вам вот такую белую акриловую краску. Вес написано 1 килограмм, а объем всего лишь занимает полбанки. Вот такая густая краска. Соответственно, расход краски намного меньше будет, потому что она один-два слоя. Все перекрывает, все закрашивает. Сушиваем. А теперь займемся вот этой осенней баночкой. Значит, что я хотела здесь сделать. У меня есть вот такие различные филеночки. По-моему, называется филенка. Прошу прощения, называется это не филенка, а бордюр. А я всегда называла филенкой почему-то. А здесь написано кант обойный. По цвету мне вот этот очень подходит. Что я сделала? Я просто ножничками маникюрными вырезала уже то, что мне не нужно. Оставила вот то, что мне хочется видеть на самой баночке. И сейчас клеем ПВА. Я аккуратненько приклею вырезанный бордюр. Чтобы не спачкать баночку, я буду намазывать клеем только сам. И вот так потихонечку, не спеша, клей такой сильной фиксации, что потом уже ничего не сделаешь. Бумага здесь тонюсенькая. И даже если какая-то складочка образовывается, ее фактически не видно, вот этот заломчик. Сразу подклеиваем, где плохо клей был намазан. Сейчас я все покрою лаком акриловым. Применять такие бордюры можно не только в шкатулках, но и различные панно можно делать, окантовочку ими. Здесь я тоже залакирую. Даю просохнуть. А я сейчас здесь губкой нанесу еще один слой. Поверхность у меня после губки будет немножечко неровная, такая рельефная слегка. То, что за край вышло, можно сразу убрать, чтобы потом не царапать. Все-таки это у нас не стекло, а пластик. Поверхности высохли. Что здесь я хотела бы сделать? У меня есть контуры подходящие. Золото и черный. Ими можно выделить вот эту рамочку, сделать ее объемной. Сейчас я пройду и черным, и золотом по картинке. Можно и свои завитушки добавить. Думаю, что если одним золотом сделать, то будет скучноватый такой вид. У кого нет контуров, возьмите обыкновенные акриловые краски. Вы можете здесь сделать орнамент ватными палочками, как мы делали различные точки, узоры в виде кружев или вышивки. И теперь... Ну и теперь добавлю я. Он у меня очень сильно течет такой. Сейчас он не так сильно похож на золото. Когда начинает подсыхать тогда... Сейчас даем это все подсохнуть. А потом будем украшать контурами сбоку тоже. Что здесь? А здесь, раз у нас такие гламурные кошечки, я предлагаю их украсить стразами. Приклеивать я буду на полимерный клей. В этот раз я вот купила силач. Тоже проверяла нормально. В прошлый раз был дракон у меня. В принципе, разницы я никакой не обнаружила. Наливаю я его в шприц. Сперва я пройдусь там, где у меня какие-то брошки на самой картинке. У меня вот буду приклеивать стразики по краю. Прямо кантовочку буду делать. Сейчас я дойду до конца. А вот здесь по крышечке я приклею вот такую ленту атласную. И завяжу бантик. Сейчас покажу итог работы. Сама баночка у нас осталась прозрачная. По низу я приклеила тоже стразики, чтобы как-то обозначить вот низ. Более ярко выражен. Вот так она у нас смотрится внутри. И вот такая вот крышечка получается. Боюсь, что стразики, может, где-то не досохли. Здесь можно было больше украсить стразами. Может, сразу ленту такую со стразами приклеить. Вверху, внизу. Вот такая гламурная шкатулочка у нас получилась. Сейчас покажу следующую. Она еще не досохла. Украсила я бортик. Саму баночку я тоже контурами вывела. Она вот сделала более объемные элементы. И они у меня перекрыли вот эту ступеньку, которая идет от бордюра к самой баночке. Тоже черный и золото. И покрышечки немножко добавила. Как бы объединила работу. И вот такая шкатулочка тоже получилась. Снизу ничего не стала делать. Были две одинаковые банки, а получился вот такой разный результат. Все четыре баночки из-под геля были. Вот такие разные варианты можно получить. Сегодня из одинаковых баночек мы сделали абсолютно разные шкатулочки. Друзья, я сегодня хочу поблагодарить всех тех, кто заходит ко мне в интернет-магазин ОбиПейс и сделает покупки. Сейчас до конца августа будет действовать скидка 10% при оформлении заказа на любой товар. Приглашаю всех посетить мой магазин. Ссылка будет в описании под видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!